Доброе утро, дамы и господа. Добро пожаловать. Вчера вечером мы провели великолепный вечер 215-летие этого великолепного института, институции. Достойное прошлое, интересное будущее. Мы с вами живем шестую волну инноваций. Паровой двигатель у нас формировал в 18 веке, в 19 появилось новое. Благодаря стали, энергетике и химическим элементам 20-е, это автомобилестроение и так далее. И в 21 веке мы отметили взрыв информационных технологий. Сегодня же мы с вами входим в новую трансформирующую волну период, который некоторые описывают как умные технологии. Этот новый период изменений не просто изменит социум, аналогично тому, как прошлые технологические прорывы делали в прошлом, но трансформирует саму концепцию общества. Такие вопросы появятся, более активно рассматриваются. Что такое быть человеком? Покойный физик Стивен Хокинг отметил то, что искусственный интеллект это будет либо самое лучшее, либо самое худшее из того, что с человечеством было в худшем случае, отметил Хокинг. Человеческое существо ограничено и медленной биологической эволюцией очень быстро останутся позади технологические, когда машины берут вверх, Когда машинное образование вымывает демократию, и её мощная сила применения по распознаванию лиц уже используется для различных трансформаций естественной. Искусственный интеллект оказался ответственным за уже ряд авиакатастроф, и соответствующие самостоятельные автономные вооружения уже развиваются. Восстание искусственного интеллекта может быть концом человеческой расы. Я предпочитаю, естественно, более яркий, оптимистичный прогноз, что новые эры умных технологий смогут трансформировать мир в лучшую сторону, могут сделать очень глубокие и позитивные изменения. Психологическое эволюции может сделать огромное количество улучшений, которые происходят. И, естественно, мы сможем найти способ убрать болезни и бедность. Естественно, подобные перспективы очень интересны. И где мы окажемся в зените, это новые волны, либо это буквально ночной кошмар, или где-то мы окажемся ближе к утопии. Идеально это во многом будет определяться университетами, особенно прекрасными мыслителями, мозгами, которые являются двигателем университетов. Я давно убежден в том, что университеты являются самым важным институтом социума. У них великолепная возможность, потенциал трансформировать мир в нечто лучшее, когда сеют истину знания. Но правильно отметить, что роль университетов в социуме дня сегодняшнего и в будущих десятилетиях, когда мы говорим о последствиях мышлящих машин и роботов, будет только расти. Эта цифровая революция поднимает огромное количество вызовов о том, чего они учат, какие навыки необходимы, чтобы они передавались следующим поколениям выпускников, востребованные рабочими местами, каким образом они работают, каким образом они предоставляют соответствующие навыки, атрибуты, каким образом они ставятся релевантными. Таким образом, поднимают огромные возможности развития исследовательской повестки, когда вычислительные возможности расширяют наши способности. На мой взгляд, новая цифровая революция поднимает очень более глубокие вопросы для университетов, каким образом они только внутри себя ведут, каким образом они ведут исследования. Это возвращается к ключевой функции университета в поиск истины, быть совестью человечества. И, естественно, Девелин в Королевском колледже Лондона мы говорим о том, что университет – это место, в котором изводят не только компьютерную науку, но и философию, науку, проектирование, медиатеорию. И всё это влияет на более инклюзивные, осмысленные решения по искусственному интеллекту. Университеты, естественно, двигаются не так быстро, как огромное количество компаний Кремниевой и Долины заявляют. Университеты работают более фундаментально, чёткая методология, широкий контекст, понимание всех деталей. И, как Вирджиния Дигнам, профессор в университете МИА по искусственному интеллекту, отмечала, что будущее искусственного интеллекта, естественно, будет отражаться, определяться тем, какой выбор будет делать наш социум. И именно университеты должны определять направление, формировать, показывать правильное направление движения. Поэтому я очень рад тому, что THE смогла собрать такую великолепную группу глубоких мыслителей. На этом важном форуме дня сегодняшнего похоже. Мы с вами говорим о очень важных местах. Большое спасибо за такую возможность введения, вступления. Мне сейчас хочу представить Рафиса Бурганова, вице-премьер-министр, заместитель премьер-министра, министра образования и науки Республики Тарстан. Да, пожалуйста, приветствуем. Добрый день, уважаемые участники форума цифровых трансформаций. Добрый день, дорогие организаторы, гости, участники. Позвольте мне от имени правительства нашей республики поприветствовать вас на втором уже проводящемся в Казани подобном саммите и пожелать успешной работы, которая принесла бы конкретные результаты и для нашей науки, и для нашей высокотехнологичной промышленности в Республике Татарстан, ну и, я думаю, что в России в целом. Нам очень приятно, что второй раз такой площадкой выбрана Казань, столица республики, в которой цифровизация шагает довольно быстрыми темпами, и это диктует необходимость быстрого прирастания нашего валового регионального продукта. Весь основной резерв этого роста, конечно же, заложен в научно-техническом прогрессе, и цифровая трансформация сегодня является одним из основных элементов этого процесса. Желаю всем нам успешной работы. Большое спасибо, господин Бурганов. А сейчас я приветствую на сцену для выступления, для приветствия ректора, принимающего нас университета КФУ, Эльшата Гафурова. Слышно, да? Техника, видимо, к цифровизации идем, что не надо никуда нажимать, все сразу автоматом работает. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, прежде всего я хочу поприветствовать всех, кто пришел на этот форум в стенах нашего Казанского университета. Как только что было сказано, мы уже второй раз проводим здесь, в этом же зале форум. И хочу сказать, что сегодня Казанский университет отмечает 215-летие основания. Как к этой замечательной дате мы приурочили целый ряд различного формата научно-просветительские, образовательные и торжественные мероприятия, которые мы начали проводить еще в октябре месяце. В этой связи хотел бы выразить слова благодарности нашим давним партнерам Times High Education за выбор нашей площадки для проведения столь значимого международного мероприятия. Большое вам спасибо. Актуальность темы сегодняшнего форума, проблемы цифровых трансформаций, подтверждается и недавними решениями президента нашей страны, которых это направление государственной политики определено в качестве одной из приоритетных. И только что уже с участием президента нашей республики сегодня в 8 утра мы встречались с компанией Huawei и также со стратегическим партнером нашей республики и также обсуждали различные варианты интеграции. Но наше сегодняшнее событие стало возможным благодаря поддержке со стороны республики нашей. И я думаю, и в дальнейшем ежегодно мы будем проводить аналогичные форумы с компанией High Time Education и, может быть, эти форумы будут посвящены различным актуальным проблемам. Накануне на торжественном приеме, буквально вчера, многие из вас принимали участие, мы ознакомили с хронологией важнейшими историческими вехами становления и развития Казанского федерального университета. Вместе со страной мы, как вы знаете, переживали ключевые реформы и преобразования, и на любой стадии эволюции нашего университета всегда выполнял миссию Центра образования и науки. Разрешите сейчас подробнее, может, остановиться на особенных развитиях на сегодняшнем этапе. Я имею в виду развитие нашего университета, поскольку я считаю, что все, кто находится в университете, так или иначе должны быть ознакомлены. Казанский университет сегодня – это научно-образовательный холдинг с 10 тысячами сотрудников и более 50 тысячами обучающихся, причем в середине около 10 тысяч иностранных, граждан из 106 стран мира. В своей деятельности мы опираемся на наши стратегические документы. Прежде всего, это программа развития федерального университета, которая актуализируется каждые пять лет и утверждается постановлением правительства Российской Федерации. А также программа повышения глобальной конкурентноспособности, так называемый проект «5 ТОП 100», в котором мы участвуем с 2013 года, а также на программы, формирующие задания со стороны республики. Поэтому на всех наших мероприятиях мы приглашаем и активно принимают участие руководители нашего региона. Осознавая свои масштабы, мы на основе исследований глобальных и общестрановых вызовов задач регионального развития и собственного потенциала нашего университета определили приоритетные для университета направления. Отмечу, что значительная часть научных публикаций, а также привлеченного финансирования университета приходится именно на эти точки роста. Это позволило нам стать ведущим научно-образовательным учреждением в этих направлениях не только в России, но и в целом мире. Приведу лишь самые значимые достижения, которые подтверждает этот тезис. По наукометрическим показателям, вот за 5 лет мы не только выросли по абсолютному количеству публикаций в международных базах цитирования Web of Science и Scopus, но и существенно прибавили в качественном отношении. В структуре наших публикаций ощутимая выросла доля статей в высокоцитируемых изданиях, так называемых первой и второй квартире. Простой пример, если еще в 2015 году публикации наиболее престижных изданий класса Nature или Science были, по сути, единичными вспышками и скорее исключением, чем правилом, то в настоящее время наши авторы фигурули в двух десятках статей такого уровня. Но вы знаете, что в 2010 году произошло колоссальное, наверное, самое большое в стране объединение вузов. И, конечно же, нужно было, чтобы прошло определенное время для того, чтобы мы сформировали определенную корпоративную культуру. Так вот, за эти годы мы почти, за последние пять лет, мы почти вдвое увеличили объемы финансирования научных исследований. Значительно также обнадеживает и тот факт, что меняется сама структура финансовой поддержки научных исследований. В настоящее время в ней поступательно растет доля доходов от выполнения хоздоговорных работ по заказам предприятий и организации реального сектора экономики. Причем за пять лет нам удалось практически удвоить наши обороты. Это свидетельство прямой востребованности наших изысканий и исследований. Университет продолжает активно работать в направлении развития действующих и создания новых площадок трансфера технологий для доведения наших опытных образцов до рынка и масштабирования успешных практик, опробированных на наших опытных площадках. Таковых площадок у нас сегодня порядка 35. В настоящее время мы завершили формирование практически всех необходимых элементов инновационной экосистемы и реализуем различные подходы, нацеленные на попадание в первые сотни самых инновационных и предпринимательских университетов мира. Создан открытый институт инновационного технологического и социального развития, призванный формировать предпринимательские компетенции у студентов и научных сотрудников посредством проектно-целевого метода обучения и междисциплинарного взаимодействия. А также создать условия для генерирования проектов всех апробаций. Реализация такой предпринимательской активности, я думаю, нам позволит существенно увеличить объемы конверсии научных разработок в бизнес, а также повысит конкурентноспособность наших выпускников на открытом рынке труда. В области образования мы уверенно удерживаем первые позиции среди федеральных университетов по географии обучающейся и качеству приема. За последние пять лет средний балл единого государственного экзамена, как вы знаете, многие именно по этому параметру оцениваются качества абитуриентов на входе в университет. Так вот, ЕГЭ наших первокурсников, которые приезжают к нам из Буря, чем восьми десятков субъектов Российской Федерации, вырос на пять единиц и в настоящее время составляет 81,7 балла из того, возможно. При достаточно большом приеме мы принимаем только на бюджетных условиях свыше пяти тысяч человек. В целом набор на первый курс составляет порядка 11 тысяч студентов. В контексте повышения интернационализации вот за пять прошедших лет мы втрое увеличили контингент иностранных граждан и по абсолютным показателям динамики прироста у нас лучшие результаты в стране. Поэтому не случайно, что сегодня мы входим в группу университетов, осуществляющих экспорт российского образования, что нашло также подтверждение специальным постановлением правительства Российской Федерации. Растет и численность иностранных профессоров, исследователей, которых мы привлекаем из ведущих университетов и научных центров по всему миру. Поступательно увеличивается доля магистров и аспирантов, которые получили базовое образование, бакалавра или специалистов в стенах других университетов. Это тот же показатель востребованности наших образовательных программ. Экосистема Большого Университета также создает хорошие перспективы в развитии дополнительного образования. Университет занимает лидирующие позиции в своем классе ВОЗов, обучая в настоящее время ежегодно 19 тысяч слушателей по более чем 250 программам непрерывного образования, которые мы реализуем совместно с ведущими российскими и международными компаниями. В течение трех лет планируется удвоить параметры в области дополнительного образования. Это с одной стороны и дополнительный доход для университета, а с другой стороны мы, осуществляя переподготовку и воспринимая обратный тренд, опыт этих людей, мы имеем возможность вносить в корректировки первичные программы подготовки специалистов. Активно внедряются сегодня смешанные технологии обучения за счет насыщения учебных программ цифровыми образовательными ресурсами. Благодаря участию в федеральных проектах и программах мы активно расширяем свою научно-исследовательскую инфраструктуру. На ее модернизацию в рамках упомянутых приоритетов за последние пять лет было вложено из различных источников более 30 миллиардов рублей. К настоящему времени за этот период создано более 200 лабораторий и 12 центров превосходств по ключевым направлениям исследований. Все перечисленные положительным образом сказалось на нашей репутации и узнаваемости, в том числе и на международной арене, объективным выражением, чего стал значительный прогресс в мировых институциональных и предметных рейтингах. Наиболее значительных успехов нам удалось достичь в предметном рейтинге «Таймс». Так, в рейтинге по направлению «Эдикейшн» наш университет впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира и занял 94-й позицию, сохранив среди российских возов лидирующее место. Для нас особенно важен такой результат, поскольку именно в области подготовки учительских кадров университет больше всего критиковали. Так вот, наша позиция в мировом рейтинге свидетельствует, как мне кажется, о том, что стратегия по развитию педагогического образования, определенная нами несколько лет назад, была правильной. В целом, на сегодняшний день Казанский университет представлен в 8 предметных областях из 11 возможных по ряду направлений удерживая лидерство среди российских возов. Помимо упомянутого безоговорочного, по сути, лидерства в области образования, мы вторые по направлению медицины после Московского государственного университета и социальной науки. Важно отметить, что потенциал Казанского университета, независимой международной экспертной экспертизы, оценен выше специализированных медицинских вузов и научных медицинских организаций, что для нас очень важно, поскольку мы в ЛОН университета медицинское направление вернули только в 2013 году, то есть чуть больше пяти лет. Заметным достижением стало включение университета в новую версию рейтинга «Таймс», опубликованную в 2019 году и посвященную реализации цели устойчивого развития ООН. Новый рейтинг позволяет измерить, насколько университет включен в глобальную научно-образовательную повестку сегодня. Так, в общем мировом зачете КФУ сегодня представлен ТОП-350, занимая лидирующие позиции по отдельным миссиям, таким как борьба с изменением климата, 37-е место в мире, обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех. Позиции 101-200. Для удержания достигнутых позиций и дальнейшего движения поставленной задачи быть в числе лучших университетов, нам необходимо уже сейчас превентивным образом формировать модель университета, которая будет формироваться в будущем. Мы назвали эту модель «Университет 4.0», который должен отвечать вызовам, прежде всего, четвертой промышленной революции. Схематично данная модель представлена вашему мнению на слайде. И здесь важно, что это не виртуальный университет, где оцифровано все и вся. Цифра, с нашей точки зрения, это необходимая, но недостаточная часть. Трансформации должны затрагивать саму сердцевину университета, связанную с наукой, образованием, управлением. Эти базовые компоненты также должны серьезно эволюционировать части технологий четвертой промышленной революции. За период реализации наших стратегических программ были серьезно переработаны, дополнены и уточнены приоритеты университета, где у нас четко обозначились сегодня основные нишевые специализации, в которых мы добились заметных результатов, и благодаря чему входим сегодня в число ведущих коллективов в стране. В области наука жизни и медицины это мультиомиксные, биомед и агротехнологии, включая клеточные технологии. По сути, это медицина здоровья и здоровой экологии, здорового земледелия, здорового животноводства, здорового питания и здоровой окружающей среды. Сегодня Казанский университет набирает международные признания в качестве носителя уникальных компетенций по внутрепластовой переработке нефти, разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов, проектированию и синтезу аналогичных материалов в будущем. В сфере киберфизических и космических прикладных исследований мы концентрируемся на технологиях индустрии 4.0, это искусственный интеллект, расширенный реальности беспилотных транспортных систем, интернета, вещей и так далее. В рамках социогуманитарного блока основной фокус мы смещаем на проблемы устойчивого развития общества и наращивание компетенций в области анализа и проектирования цифровых образовательных средств. Мы планируем в дальнейшем фокусироваться на четырех составляющих трансляции, интернационализации, диджитализации и усилении предпринимательской составляющей, чтобы стать ведущим российским университетом в области технологий подготовки специалистов с лучшими результатами интеграции академических и прикладных навыков и компетенций, способных эффективно адаптироваться и созидательно трансформировать внешнюю полиэтническую и мультикультурную среду. Мы, по сути, переосмысливаем сегодня образовательное пространство, чтобы оно максимально было ориентировано на коммуникацию и индивидуализацию. При сохранении традиционных систем обучения растет и укрепляет роль удаленного участия в виртуальных лабораториях, онлайн-курсах на принципах FIDGETAB, совмещения физической и цифровой среды посредством оригинальных технологий искусственного интеллекта и системы DDP. В контексте развития исследовательской политики университет сегодня генерирует новые многообещающие исследовательские проекты, которые в последующем должны стать опорными составляющими цифровой платформы университета. Перечень проектов, которые уже сегодня вызывают интерес у индустрии, представлены на слайде. Я почему акцентирую внимание на индустрии, потому что это и дополнительный бюджет, и заказы. И причем это заказы долгие. Для поддержки цифровых трансформаций в этом году мы приступили к формированию 19 предметно-ориентированных центров цифровых трансформаций в каждом структурном подразделении во всех наших основных структурных подразделениях. Уважаемые участники, я искренне надеюсь, что сегодняшнее мероприятие позволит всем нам по-новому взглянуть на проблематику органичного встраивания университетов в развитии цифровой экономики, обеспечить обмен инновационными подходами и приток дополнительных инвестиций в новые сферы научных изысканий, базирующихся на технологиях индустрии 4.0. Я желаю всем участникам плодотворной работы, новых научных открытий, крепкого здоровья, счастья и благополучия. И хочу еще раз пригласить на продолжающиеся наши юбилейные мероприятия, которые, я думаю, как-то украсит перерывы между форумами, которые у нас на базе университета сегодня еще будут в течение сегодня продолжаться. Спасибо вам. И вам большое спасибо. Аплодисменты.